всем привет сегодня новый выпуск посвященный кассетам от моего подписчика и нашего товарища по увлечению хазана из сибири краткий обзор всех кассет которые он прислал в поддержку канала вы найдете по ссылке в описании к этому видео там есть на что посмотреть а сегодня перед вами sony usi x 1984 год начала золотой эры кассет sony впрочем и всех остальных брендов по поводу sony мною и другими блогерами сказано много хвалебных слов и в большинстве они верны но есть и недостатки которые я несколько раз показывал не буду в этом видео на них акцентироваться как-нибудь соберусь с мыслями и запущу цикл передач о конкретных брендах там и обсудим плюсы и минусы и так sony usi x созданная в те времена когда решающее слово имели дизайнеры они маркетологи великолепная металлизированная упаковка внешний вид кассеты безупречен сделано так чтобы захотелось ее купить скрыть и записать я вот даже не знаю чего о ней говорить аналогичные кассеты были в моих руках не раз и нареканий не вызывали но запечатку скрывать не доводилось давайте смотреть упаковка классная вопросов нет но жутко блестящая и для объектива видеокамеры малозаметно поэтому приходится как-то вот извращаться чтобы и самому не светиться и вам все показать что написано на упаковке саму упаковку я пожалуй вскрою лезвием ибо у меня на нее есть планы а хазану я ничего не скажу он просил ее просто сорвать так что и вы молчите пошла она не подклеилась на просто очень плотно сидит и тяжело идет о сошла упаковка как вы видите изнутри тоже металлизированная и на 10 баллов без всяких сомнений кассета ведь спереди торец вид сзади само совершенство это слегка закусывает это лицевая часть до закусила в комплекте кассета стикер первый раз вижу стикеры в этой модели этого года стикер такой тоненький ну и не тоненький узенький невысокий клеится он куда вот в эту часть здесь довольно узкое место под стикер ну и соответственно стикер тоже узкий здесь два основных два запасных с буквами а и b плюс нейтральная без буквы с обозначением стороны и две наклеечки sony usi x 46 минут который клеить куда не знаю куда наверно на коробку на обороте много технической информации который бывает на японских стикерах до наверно 95 года потом уже были просто чистые стикеры а может еще и раньше были целом стикер неплохой качество бумаги до хорошая и его можно будет если криво наклеите можно будет без проблем переклеить до вкладыш с разворотом внутри просто разлинован под трек-листы здесь но слегка такой голубоватый или светло-сиреневый цвет sony и 46 минут наружняя сторона тоже только под надписи то есть писать и писать на эту кассету торец видели второй торец и задняя часть коробка классика от sony здесь логотип sony я вижу до крестообразные стоперы на месте и вот ее клинит нижняя лицевая часть цепляется за откидную часть и ведь не открывается коробка просто так надо лицевую часть куда слегка поджимать не часто но такой дефект встречается не только на sony в целом за комплектацию поставлю 10 баллов кассета сторона а сторона б конечно большие катки на 46 минутных кассетах смотрится всегда бомбически и это sony не исключение что здесь пластик такое ощущение как будто бы слегка покрыт пылью но это не пыль это скажу что не совсем качественно размешана масса пластика вот прекрасно видно здесь разводик вот этот кусочек он более темный чем вся остальная часть здесь тоже кое-какие огрехи по пластику видны и вообще вот эта вот часть смотрится темнее чем все остальное это хорошо заметно на стороне б зеркальная ситуация тоже ответят кусочек здесь темнее он здесь слева а на стороне а справа то есть какая-то проблемка или с матрицы было или с пластиком ну наверно с матрицы без понятия честно говоря что еще интересного стрелочка показывающая на стоппер сторона б здесь ничего нету большое панорамное окно прекрасно что за ним кстати написано на упаковке я переводил да там есть упоминание этого большого окна но что конкретно написано не помню так язычки на месте серийник там же 52 32 544 по моему так для тех кто ведет статистику по этим кассетам серые большие катки с оранжевыми замками и что с лентой лента с оранжевой вставкой потому что кассета 46 минут подушечка пластина на месте мотаем мотается о хочу такой короткий ракорд что ли ну да смотрите ракорд ну не самый короткий в мире хотя нет нормальный ракорд претензий не имею лента лента на цвет ярко выраженного коричневого цвета оттенка несмотря на то что это кассета второго типа chrome но это лента с покрытием или материалом у не аксел вот так правильно произносится название этого материала или состава который использовался на этих хромовых sony на sony 2 типа у не у не аксел до время забывай как она правильно пишется и говорится но так вот покажи человеку кассету и спроси какая-то лента он без колебаний скажу что это железо я тоже когда-то смотрел когда первый раз взял руку такую кассету был сильно удивлен вернее я был уверен что здесь второй кассете менее на лента на железо но это лента второго типа и встречаются они по моему с 80 года пошли до самых там 90-х ну плюс-минус год именно такой коричневый у не аксел встречается есть на sony давайте глянем на нее в деле но так внешне я забыл сказать лента без проблем гладенькая зеркальная великолепно посмотрим в магнитофоне sony usi x 84 год и gvc 9662 до опять gvc но это прекрасный аппарат с хорошими характеристиками закрыты вал все дела и самое главное в обозримом будущем я буду его продавать поэтому потенциальному покупателю наверняка будет интересно посмотреть как же этот gvc справляется с разными кассетами вот сегодня смотрим его крутилки калибровки в нулевом положении 315 герц плюс 2 децибела входящий сигнал кстати какой мол я не знаю в инструкции на упаковке ничего про это не сказано плюс 2 на входе ухты плюс 4 на выходе такой серьезный подъем то есть явно что от 1 до 2 децибел эта лента имеет повышение но так глядя на цифры вообще грубо 2 децибела она поднимает это довольно много но на упаковке кстати тоже был какой-то абзац о том что лента имеет подъем на 1 децибел по отношению там другим каким-то кассетам данном случае разбаланса не вижу но подъем подъем уровня на лицо и это наверное нехорошо но посмотрим что будет после калибровки собственно калибровка до уровень надо занижать магничевание тоже минус вот так level уровень ушел в минус 3 и без но тоже где-то почти в минус 3 2 минус два с половиной калибруется без вопросов контрольные 315 герц на входе на выходе плюс 3 на выходе плюс 2 на входе но эти плюс 2 плюс 3 в принципе поправить наверно можно и там не до конца докрутил чуть-чуть убавить уровень буквально на пару минут и вход выход равны никаких замечаний кассете не имею плюс 2 на входе плюс 2 на выходе калибруется уверенно никакого разбаланса ничего все хорошо давайте послушаем песню куда без нее входящий уровень на песне на на поставлю в плюс 3 в плюс 4 в пиках что на выходе смотрим и слушаем самостоятельно напишите в комментариях Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он заблокировал DimaTorzok А переписать ролик не могу так как кассеты уже нет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok